Лёшка, привет! Здрасте! Это твое первое интервью? Да. Как настроение? Да, нормально. Давай поговорим о твоей любимой игре. Как тебе ГТА? Нормально. Нравится? Да. Ну это так, шуточно, конечно. Хотела поговорить с тобой о баскетболе. Расскажи нам, как и почему ты выбрал баскетбол. Ну, мне мама предложила... Я хотела сначала в футбол играть, но потом понял, что не особо. И мама предложила, давай в баскетбол попробуем. Я такая, ну давай. Ну и так получилось, что мне понравилось. И я начала играть. Супер! Что для тебя команда? Это как огромная большая семья, где все за одного, все поддерживают тебя. И когда у тебя что-то не получается, они тебя всегда поддержат, помогут. И, не знаю, ну еще может. быть... Не знаю, все. Понятно. А расскажи, кто твой тренер, какой он? Тренер у нас Муслим Шейкович. Это добрый тренер. Он всегда подскажет, где все, ну где неправильно, а где правильно. И... Он добрый. По душе добрый. А самая запоминающаяся игра, в которой ты принял участие? Это... Когда мы играли с Химками, мы их догнали, но последняя трешка застряла в кольцо. Как раз твоя трешка была. Да. Правильно. Хорошая была игра, действительно. Всем советую пересмотреть, если кто не видел. А кто твой любимый игрок? В нашей команде? Нет, вообще в баскетболе. В баскетболе это, наверное, будет Виктор Маняма. Угу. Чем он тебе нравится? Он очень огромный, большой и всегда динамичный. Всегда... Большие редко очень трешки забивают, а он... трешки очень часто забивает, и у него данки через всех очень хорошо получаются. А какая любимая команда? Команда, наверное, The Tull Pistons. В этом году не очень они. Да. Ну, хороший выбор. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Я хочу попасть в Лигу ВТБ и играть за Уникс. Почему Уникс? Потому что, не знаю, мне нравится, как их игра идет. Быстрая. И всегда защита у них хорошая. Как тебе новый опыт, который вы сейчас здесь получаете, играя на ЦФО по 2011 году? Это, в принципе, первый такой турнир по старшему возрасту для вас, не считая тех турниров в Подольске, когда вы только-только начинали. Ну, она дается, конечно, сложно с ними играть старший год. Но это нам дает очень сильный опыт играть против, ну, в следующем году против Химок и других сильных команд. И надеюсь, что мы в следующем году сможем одолеть Самару, Химки и всех других команд. Ну, пожелаем всем нам удачи в этом, да, безусловно. Как родители поддерживают тебя? Очень хорошо. Они говорят, ну, не расстраивайтесь, если вы проиграете. И все равно же можете потом их в следующем году или через неделю обыграть. Все равно, что проиграли на одну очко. Ну, да, здесь, наверное, правильные советы забывать скорее об игре, о неудачах и двигаться вперед. Отличный совет. Быстрый вопрос. Баскетбол или девчонки? Баскетбол. Почему? Потому что баскетбол лучше. Ну, девчонки, они так себе, если честно. ОФП тренировка или теория? Не знаю. Наверное, ОФП. Какие личные цели ты ставишь на этот сезон? Личные цели, чтобы добиться всего и чтобы прогрессировать и становиться лучше и лучше. Хорошие цели. что такое показатель плюс-минус? Ты знаешь? Да не особо. Ну, своими словами что ты думаешь? Показатель плюс-минус это, наверное, когда лучше и не очень. Пишите в комментариях, что такое показатель плюс-минус. 15 подборов или 5 очков? 15 подборов. Открытая трешка или передача открытому партнеру под кольцо? Наверное, передача под кольцо. Леброн или Йокич? Леброн. О чем ты мечтаешь? Я мечтаю попасть в Лебеб-ВТБ. Что хочешь сказать всем нашим зрителям и подписчикам? Хочу, чтобы все, чтобы у них все получалось и никогда не забывать о своих целях. Спасибо, Леха. Отличное интервью. Тебе большую удачу. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...